Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Удивило ли вас, что объектами уголовного преследования, или пока фигурантами следственных действий, стали ваши коллеги, бывшие по правому флангу? Да нет, нет, все находится в общей логике, репрессивной логике власти, потому что, ну, разумеется, главная цель это Алексей Навальный, как лидер внесистемной оппозиции, один из главных лидеров внесистемной оппозиции. А то, что подвергаются преследованиям, как левые, ну, там, удальцов по делу анатомии, сейчас оно объединено с 6 мая, и Навальный, и ряд лиц, которые проходят по этому, теперь уже дело как свидетели, начиная от губернатора Пермского края Белых, и до, я извиняюсь, не Пермского, а Кировской, конечно, области, и до вот одного из руководителей СПС Гозмана в прошлом, это неудивительно, это вещи связанные. То есть, здесь нет политических предпочтений, здесь есть, ну, общий политический заказ, нужно фактически расправиться с политической оппозицией. Я думаю, что в этой логике ничего удивительного. О чем вы объясняете, что именно вот Леонид Гозман, а завтра Борис Немцов, они были, что, материально какими-то ответственными людьми в это время, почему именно на них, потому что там, я знаю, был штаб, и были разные люди в этом штабе. Ну, они, во-первых, были лидерами, Немцов как раз, по-моему, руководил в целом компанией, он не был, может быть, формально руководителем штаба, но, реально возглавляя список, он отвечал и материально тоже за ведение компании. Вот, разумеется, мы не знаем детали, я так понимаю, инкриминируется как раз, в частности, Навальный, вот эта компания Олег, 159 статья, часть 4, это мошенничество, совершенно в особо крупных размерах. Значит, видимо, видимо, так сказать, пытаются выискать какие-то схемы, по которым, ну, в политических компаниях, например, активно используют все-таки наличные средства, и, возможно, так сказать, здесь пытаются найти какие-то обналичивания и тому подобные схемы. Я так предполагаю, для того, чтобы доказать преступный умысел участников этой компании, непосредственно исполнителя Алексея Навального. Но дело в том, что, с одной стороны, во-первых, если даже и несовершенное законодательство подталкивало к такого рода схему, то ровно тем же самым занимались там от Единой России и других обвинений, это во-первых. А во-вторых, ну, а что ж тогда не расследовали в 2007 году? Много воды утекло с компании СПС 2007 года. Почему, собственно, через фактически пять лет эти дела сейчас, значит, поднимаются, ведется расследование? Хотя, напомню, по законодательству, сдав отчеты о ведении компании, я вот не знаю, как там сегментативно делились бюджетные средства и деньги спонсоров. Ну, просто не знаю, да, значит, были ли там бюджетные средства, которые выделялись партиям, как вы знаете, по закону о политических партиях, на ведение политических компаний. Вот, этих деталей я не знаю, но думаю, что уже после проверки этих отчетов ЦИКом, а ЦИК проверяет, как вы знаете, эти отчеты, они, эти материалы должны были поступить, допустим, если бы были обнаружены какие-то махинации, непосредственно в следственные органы для проверки и возбуждения уголовного дела. А тут проходит пять лет, и вдруг, значит, сейчас начинают искать. Вот это вызывает подозрения, тем более, когда мы видим, что на Алексея Навального навешивают эти уголовные дела, как на новогоднюю ёлку. Потому что у него, вот смотрите, и Почта России с братом, и Киров Лес, это дело, которое уже фактически закончено и скоро будет рассматриваться в суде. Теперь вот дело СПС, потом, вы знаете, у Белыха прошли обыски по какому-то там спиртоводочному заводу и так далее. Ищут любой компромат, возможно, чтобы посадить Алексея Навального. Я думаю, так. А как вообще вот эта технология происходит во время предвыборных кампаний? Я вот чуть-чуть знаю кампанию 2003 года, и там были довольно прозрачные схемы финансирования рекламы. Вроде бы не самое уязвимое место уцепило Следственный комитет. Ну, мы просто не знаем всех деталей, конечно, но я хочу подчеркнуть. Обычно практика ведь какая? Что огромное количество средств наличными распределяются. Ну, например, активисты, которые расклеивают листовки и так далее по соответствующим документам. Да, это трудовые соглашения, либо какие-то срочные договоры получают эти средства за распространение агитматериалов. И я думаю, что здесь то же самое имело место. Эти листовки надо клеить. Люди далеко не все имеют, видимо, статус индивидуального предпринимателя или что-то в этом роде, или своей фирмы, чтобы осуществлять бухгалтерскую отчетность, ведение этой хозяйственной деятельности в рамках кампании. Весьма скоротечной, кстати сказать. В соответствии с требованиями законодательства в полном объеме. Для этого предусмотрены, соответственно, законами о выборах схемы абсолютно законные, по которым, значит, осуществляется такого рода работа предвыборная. Судить о том, насколько серьезными были нарушения, конечно, мы не можем, мы не видели этих документов. Но я заранее априори склонен думать, видя здесь политический заказ. Слишком громадное число людей вовлечено в это во все. Людей, которые в тот период, будучи оппозиционерами, по отношению к власти фронтировали. Хотя это была легальная оппозиция, СПС, в 2007 году. И преследовать именно их, это сейчас, ну, что называется, приятно и продуктивно. Вот. Почему такие преследования не касаются партии власти, вот что удивительно. А уж там-то, знаете, судя по всему, значит, совсем другие суммы и совсем другие масштабы, значит, и хищений и так далее, такого рода средств. Поэтому я вижу в этом все равно политический заказ. Сроки здесь очень существенная вещь. Почему именно сейчас, в 2013 году, уже скоро там будет 5 с лишним лет, эти дела, значит, подняты, расследуются и так далее. Вот это является показателем того, что здесь присутствует политический заказ. Условно говоря, в период такого мягкого Медведева, он такой мягкий, очень мягкий, плавный такой даже, значит, расследование такого рода не проводило. Значит, изменилась политическая ситуация, возникла потребность сажать внесистемных оппозиционеров, сразу всплыли эти дела. Продолжение следует...